1xbet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet прямо сейчас. Начинаем пресс-конференцию главного тренера футбольного клуба Краснодара Игоря Шалимова. Игорь Михайлович, попросим комментарий к совершившему у тебя матчу. Комментарий. Играли медленно мы первый тайм. Опять же, можно говорить после каждой игры, где у нас результат неудачный. В принципе, все то же самое. Мяч медленно двигается. При возможности, где можно пробить, мы не бьем, где можно протащить туда. Ну, так, в общем, часто мы решения неправильные где-то принимали. Хотя команда, надо сказать, очень организована. Если не брать топ-четверку, первые они находились на шестом месте, сейчас находятся и квалифицированно обороняются, в том числе и количеством. То есть, когда к количеству, еще чуть-чуть качество добавляется игроков оборонительного плана, то те, кто обороняется, то, конечно, сложнее становится. Никакого открытого футбола не было сегодня, и возможности там в контратаку уйти у нас было не так мало. Ну, вот, ну, пропустили голод. В первом тайме момент был, вратарь хорошо у них сыграл. Ну, и в концовке Федя с шести метров не попал, практически пустые ворота, в сторону был попасть. Ну, вот так сложилась у нас сегодня игра. Ну, сборники разъехались, поэтому сейчас мы сделать ничего не можем. Будем ждать, когда вернуться. Будем смотреть, что нам поправлять. Мы, в принципе, знаем, что нужно поправлять. Пожалуйста, вопросы. Игорь Михайлович, как оцениваете сегодня игру Рамиреса? На ваш взгляд, не был ли он слишком пассивен? И не считаете ли, что, в принципе, позиция правого латераля у Краснодара довольно проблемная? Ни Рамирес, ни Шишкин не оказывают достаточной поддержки атаки? Ну, я соглашусь. То есть мы поменяли Шишкина, поставили Рамиреса, он набрал форму, потому что у него была температура, где-то пропускал. Там нам, конечно, предпочтительно левая нога, но крайние защитники наши должны быть активнее в атаке, что слева, что справа. Нужно подниматься выше, нужно обострять, может быть, идти играть в стенки, играть, открываться за спину. То есть давление должно быть оттуда. Больше я согласен, но будем работать дальше над этим. То есть помимо слов, надо еще, чтобы люди понимали на поле, как это должно выглядеть. То есть это через тренировки надо работать над этим, продолжать. Ну, должны быть, да, фланги, так как мы играем, они, конечно, должны быть в атаке активнее. Еще продолжаем. Как оцените сегодня игру связки в центре поля Газинский-Кабаре? Была в прошлом матче связка там Шатов-Кабаре. Вот если немножко сравнить, насколько лучше или хуже эта связка смотрелась? Ну, если у нас опорно выиграл Шарль и Перерра и Шатов, то это, конечно, более атакующая тройка. Вот сегодня мы поэтому и заменили. То есть выбрали между Шарлем, нужно было обострять впереди. То есть нужно было выпускать Вандерсона. Между Шарлем и Газинским выбрали Шарля на замену. Вот Газинский стал играть опорным полузащитником. Да, там более атакующие игроки. И если надо забивать, конечно, предпочтительнее, когда там играет Шатов, Перерра, Классен. То есть вот и один опорник. Игорь Михайлович, скажите, ну в недавнем туре поломался Александр Кокорин. И, в принципе, по большому счету у главного тренера Черчесова сейчас ситуация, с которой вы очень часто сталкивались, что много игроков оказалось в лазереете. Скажите, в связи с этим были какие-то к вам обращения, рекомендации по поводу Федора Смола? Просили вас его как-то поберечь? И как прокомментируете то, что вот сборная осталась меньше чем за три месяца без трех ключевых игроков? Что с этим делать и как-то пережить? Ну, давайте поговорим про нашу игру. Там сейчас игроки соберутся. Я думаю, что там есть тренер, там есть Черчесов. Ему справляться с этой ситуацией. А просьб никаких поберечь Смолова не было и быть не может. Что значит поберечь Смолова? Мы играем чемпионат, и понятно, что игрок должен играть в полную силу. И ничего такого подобного не было. Еще вопросы будут? Спасибо.